Всем привет! Сегодня сайт worldmmo.com представляет вашему вниманию обзор на популярный онлайн-шутер Counter-Strike Global Offensive. Как бы нам этого не хотелось, но данный проект распространяется по платной модели, так что будьте готовы к тому, что вас попросят заплатить денежку за то, чтобы поиграть в него. Главной и самой заметной особенностью Counter-Strike GO является новая графика, которую выдает улучшенная версия движка Soros. По сути, CS GO это тот же Counter-Strike, в котором многие из нас рубились в игровых клубах еще 10 лет назад. Сразу после покупки и установки игрового клиента, мы с вами попадаем в игровое меню с 5 разделами. Никакой кастомизации персонажа тут нет, собственно как и в предыдущих частях игры. Для начала нам нужно будет выбрать на каких картах мы будем играть, на стандартных или же на тех, которые были созданы сообществом игроков. Замечу, что карты созданные сообществом обычно отличаются от стандартных. После этого нас попросят определиться с игровым режимом, которых как вы видите всего 5. Это бой насмерть, гонка вооружений, уничтожение объектов, обычный и соревновательный. Давайте сначала рассмотрим такой режим как бой насмерть. Тут победа достается одному игроку, тому, кто по окончанию времени набирает больше всего очков. Все оружие в таких боях бесплатное, а поэтому снаряжайте своего персонажа при каждом его возрождении во все, что пожелаете. Также в этом режиме у вас есть шанс заработать дополнительные очки. Для этого вам придется убить игрока вражеской стороны из указанного оружия в отведенное время. Второй игровой режим это гонка вооружений. В таких битвах побеждает тот, кто первым сумеет совершить по одному убийству изо всех видов оружия. После каждого килла игроку выдают новую пушку. Заметьте, чтобы победить нужно сделать 27 убийств, последнее из которых должно быть реализовано ножом. Кстати, если же враг убивает вас ножом, то вы откатываетесь до предыдущего оружия, а поэтому не подпускайте слишком близко к себе противникам. Третий игровой режим в проекте CSGO уничтожение объектов. Для победы игрокам каждой стороны нужно одержать верх над врагами в 10 раундах. За каждое убийство противника в следующем раунде вам будет выдаваться новое оружие. В общем, все очень просто. Для того, чтобы выиграть стычку, вам нужно уничтожить всех врагов или выполнить задание с бомбой. То есть обезвредить ее или же взорвать. Далее у нас идет обычный игровой режим, который наверняка известный вам из предыдущих серий игры Counter-Strike. То есть каждая из двух команд для победы должна выполнить задание или убить всех игроков вражеской стороны. Тут разрешается играть на картах с доложниками, либо участвовать в битвах с использованием взрывчатки. Как обычно, в каждом новом раунде вам дают время на закупку нового снаряжения. Ну и в последнем соревновательном игровом режиме все битвы происходят по той же схеме, что и в обычном, но с рядом небольших отличий. Во-первых, в перестрелках участвует 10 игроков по 5 с каждой стороны, а во-вторых, все сражения длятся до того момента, пока не будет проведено 30 боевых раундов. Что касается закупки оружия, то ее можно проводить как при помощи клавиатуры, так и мышкой. Все разделы тут реализованы в виде круглого меню. Такой дизайн очень простой в использовании как для PC, так и для консольных игроков. На саму закупку отведено аж 15 секунд, которых хватает с головой. Все предметы, в свою очередь, поделены на несколько групп. Это экипировка, гранаты, пистолеты, тяжелое оружие, пистолеты-пулеметы и штурмовые винтовки. В сравнении с предыдущими сериями игры, в CS GO появилось несколько новых полуавтоматических пушек, а также две новые гранаты. Это коктейль молотова и граната обманка. Ну а в разделе экипировки можно приобрести еще и шокер, который способен убить противника с одного выстрела. Кроме всего, разработчики продумали и неплохо реализовали систему голосования, которой можно воспользоваться прямо посреди боя. Другими словами, вы сможете поднять вопрос о смене карты, исключении того или иного игрока, перераспределении состава команд и так далее. В конце сражений самые лучшие стрелки смогут получить новые скины для оружия, брони, пуль и так далее. Все такое добро будет отображаться в главном меню во вкладке «Инвентарь». Простыми словами, вы сможете заменить старый вид вашего оружия каким-то новым. Как я уже говорил, в CSGO вам не обязательно играть на стандартных картах, так как всегда можно зайти в какую-нибудь созданную сообществом игру и поиграть на оригинальных боевых аренах с определенными настройками. Например, где-то игроки должны сражаться, используя только снайперские винтовки и пистолеты, или, скажем, драться только на ножах. В главном меню игры вы также можете найти вкладку «Смотреть». Тут можно присоединиться к определенным сражениям и следить за тем, как играют разные люди, смотреть за их тактикой, маневрами и так далее. Тут также есть раздел «Трансляции», в котором можно увидеть игры известных команд и, в частности, известных игроков. Многих радует то, что в игре Counter-Strike Global Offensive есть раздел «Отведенные статистики, достижениям и списку лидеров». Короче, тут показывается ваша средняя эффективность в бою, а также отображаются разные достижения. Можно посмотреть, что вы уже получили, а какие ачивки вам еще стоит открыть. Если вы постоянно умираете в сражениях с другими игроками, то вам будет полезно поиграть с ботами и немного привыкнуть к картам, разному оружию, да и создать свою собственную тактику. Что касается ботов, то они очень медленные и дурные, а поэтому играть с ними достаточно просто. В общем, онлайн-проект Counter-Strike Global Offensive – это весьма неплохой шутер, который стал хорошим продолжением серии CS. Данный проект наверняка понравится истинным ценителям перестрелок. Обзор подготовлен с сайтом worldmmo.com. Всем спасибо за внимание и, конечно же, удачных боев! Субтитры создавал DimaTorzok